Девушки отдыхают Прогрессивного человечества Почти 12-миллионный отряд советских коммунистов Представляли на съезде около 5000 делегатов 59 национальностей и народностей Советского Союза Вся деятельность партии Было направлено на выполнение программы КПСС На создание материально-технической базы коммунизма Дальнейшее повышение материального благосостояния народа Совершенствование общественных отношений Воспитание советских людей В духе высокой коммунистической сознательности Партия прилагала все усилия к тому Чтобы обеспечить мирные условия труда советского народа Активно боролась за сохранение мира во всем мире Открытие съезда стало всенародным торжеством В эти дни советские люди рапортовали съезду О досрочном выполнении плановых заданий О своих трудовых достижениях, посвященных съезду В день открытия съезда В ряды КПСС были приняты сотни и тысячи Лучших представителей рабочего класса Крестьянства, советской интеллигенции В отчетном докладе Леонид Ильич Брежнев глубоко и всесторонне проанализировал Итоги деятельности Центрального комитета КПСС Партии и всего советского народа АПЛОДИСМЕНТЫ Сотрудничество и солидарность Один из главных источников силы социалистической системы Развитие и углубление этого сотрудничества Отличает коренным интересам каждой страны в отдельности И всей мировой системы социализма в целом Способствует сплочению наших рядов В борьбе против империализма За прошедшее пятилетие Еще более окрепла Ведущая сила современности Мировая система социализма Ее промышленное производство Увеличилось за эти годы На 43% Съезд подчеркнул Огромную и всевозрастающую роль Совета экономической взаимопомощи В развитии народного хозяйства Стран социализма В эти годы страны СЭФ Впервые осуществили координацию Народно-хозяйственных планов Завершено было объединение энергосистем ГДР, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии С энергосистемой западных районов СССР Успешно продолжалось строительство Крупнейшего в мире нефтепровода «Дружба» Странами СЭФ Было достигнуто почти полное удовлетворение Своих импортных потребностей В сырье, машинах и оборудовании За счет взаимных поставок Таковы лишь некоторые итоги Притворения в жизнь Основных принципов Международного социалистического Разделения труда В середине 60-х годов Подлинными хартиями дружбы Стали новые долгосрочные договоры СССР О сотрудничестве и взаимной помощи С братскими странами социализма В 1963 году С Чехословакской социалистической республикой В 1964 с Германской демократической республикой В 1965 году С Польской народной республикой На фоне неуклонного роста могущества Мировой социалистической системы Стал отчетливее виден процесс обострения И углубления общего кризиса капитализма Провал методов государственного регулирования экономики Инфляция Рост дороговизны Безработица Неспособность обеспечить нормальные условия жизни народа Попрание элементарных человеческих прав Вот правда о мире капитализма 60-х годов 20-го столетия В 1966 году В цитаделях капитализма бастовало около 60 миллионов человек Вдвое больше, чем 10 лет назад В борьбу за свои права Вступила молодежь капиталистических стран Усилилась борьба против капитализма и неоколониализма Против войны и неофашизма В защиту народов, ставших жертвами империалистической агрессии Всюду в авангарде борьбы трудового народа коммунисты В работе съезда Приняли участие представители более 70 марксистско-ленинских партий всех континентов земли Около 20 национально-демократических и левых социалистических партий К 1966 году 88 коммунистических и рабочих партий мира Объединяли почти 50 миллионов человек Братские отношения между этими партиями Осуществлялись на принципах пролетарского интернационализма Коммунистическая партия Советского Союза Неизменно верна своему интернациональному революционному долгу С трибуны нашего съезда Мы заверяем представителей мирового коммунистического движения И в их лице коммунистов всего мира Коммунистическая партия Советского Союза Будет неуклонно бороться За укрепление интернационального единства всех братских партий На основе великого учения Маркса Энгельса Ленина На основе линии Коллективно выработанной Мировым коммунистическим движением АПЛОДИСМЕНТЫ Эта принципиальная линия КПСС Получила единодушную поддержку И на международном совещании Коммунистических и рабочих партий в Москве В июле 1969 года На этом форуме были выработаны документы Которые и сегодня служат делу сплочения миллионов людей всего мира В борьбе против империализма 23 съезд подтвердил курс нашей партии правительства На всемерную поддержку борьбы народов колониальных и развивающихся стран В первой половине 60-х годов От колониальной системы империализма Отпало более 20 государств Успехи национально-освободительного движения Неразрывно связаны с достижениями СССР Могуществом мирового социалистического лагеря С помощью нашей страны В странах Азии и Африки К 1966 году Были построены сотни промышленных, сельскохозяйственных и других объектов Свыше ста научных центров, учебных и медицинских учреждений Советские специалисты Трудились в те годы в десятках развивающихся государств Помогая готовить местные национальные кадры За последнее десятилетие Число торговых договоров СССР Со странами Азии, Африки, Латинской Америки Вставшими на путь независимости Увеличилось с 3 до 40 Однако империализм еще держал в колониальном рабстве 40 миллионов человек Съезд выразил свою солидарность со всеми борцами против колониализма и неоколониализма Возвысил свой голос за единство всех антиимпериалистических сил современности Курс на мирное сосуществование в отчетный период проводился в сложной международной обстановке Империалисты Соединенных Штатов Америки наращивали в эти годы эскалацию агрессии во Вьетнаме В 1965 году они начали варварские бомбардировки мирного населения Демократической Республики Вьетнам Эти действия вызвали гнев и возмущение советских людей, трудящихся стран социализма, всего прогрессивного человечества Выражая верность принципам пролетарского интернационализма, 23-й съезд потребовал прекращения агрессии и вывода всех американских войск из Вьетнама Съезд призвал к сокращению гонки вооружений К мирному урегулированию германского и других вопросов европейской безопасности К ликвидации иностранных военных баз на чужих территориях Упрочению всеобщего мира К концу 1965 года семилетний план развития народного хозяйства СССР был выполнен Трудовую активность советских людей стимулировали решения Октябрьского 1964 года, Мартовского и Сентябрьского 1965 года пленумов ЦК КПСС Решения, направленные на совершенствование научного руководства экономической, социально-политической, духовной жизнью общества В отчетном докладе ЦК КПСС, в докладе Алексея Николаевича Косыгина, в выступлениях делегатов Предстала яркая картина успехов выполнения семилетки По общему объему производства один год семилетки превзошел все довоенные пятилетки вместе взятые Съезд глубоко проанализировал положение дел в экономике Определил причины негативных явлений Были неурожайными 1963 и 1965 годы В руководстве экономикой имели место проявления субъективизма и волюнтаризма Обострение международной обстановки силами империализма Вынудило советское государство пойти на увеличение оборонных расходов Несмотря на все это, народное хозяйство СССР развивалось быстрее, чем в цитадели капитализма Соединенных Штатах Америки Воплощением дерзновенного порыва советских людей к высотам коммунистического созидания Стали беспримерные в истории человечества космические старты В годы семилетки партии и правительства делали все необходимое для улучшения жизни народа Были построены 17 миллионов квартир и индивидуальных домов Это 40% жилого фонда, которым располагала страна к началу семилетки На 19% возросла заработная плата рабочих и служащих Дополнительные льготы получили ветераны войны и семьи погибших В четверо возросло число детей в дошкольных учреждениях Оно достигло 8 миллионов человек Съезд утвердил директивы по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР Директивы предусматривают значительное увеличение объема добычи угля Нефти Газа Сближение темпов роста производства средств производства и средств потребления В области сельского хозяйства Главной задачей является значительное увеличение продуктов земледелия и животноводства В целях лучшего удовлетворения растущих потребностей населения Съезд сосредоточил внимание на коренных вопросах совершенствования управления экономическими и социальными процессами Одобрил переход от территориального к отраслевому принципу управления промышленностью В совершенствовании руководства экономикой определились три главных направления Повышение уровня государственного планирования Расширение хозяйственной самостоятельности предприятий И укрепление хозрасчета Директивы содержали развернутую программу подъема жизненного уровня народа Предусматривали увеличение заработной платы рабочих и служащих Повышение оплаты труда колхозников Неуклонный рост общественных фондов потребления Таковы лишь некоторые из конкретных целей этой программы Подчиненный принципу «все во имя человека, все для блага человека» Директивы предусматривали также обеспечение высоких темпов научно-технического прогресса На основе широкого развития научных исследований во всех областях народного хозяйства Любой план, как бы он хорошо не был обоснован, не может быть успешно выполнен Если его реализация не станет кровным делом всего народа Привести в движение и возглавить творческие силы народа Поднять активность, развить инициативу Стремление к новому и высокому чувству ответственности каждого коммуниста Каждого работника на всех звеньях народного хозяйства Такова первоочередная хозяйственно-политическая задача 4 апреля 1966 года В этот день для делегатов и гостей съезда Для всех советских людей Прозвучала мелодия интернационала Посланная на Землю советской космической станции Луна-10 Это наша советская действительность Ради этого партия не пожалеет сил Во главе народа и вместе с народом Коммунисты сделают все, чтобы жизнь советских людей Из года в год становилась лучше, богаче, культурнее В этом партия видит свой высший долг Во имя этого советские люди строят коммунизм Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова